В рамках основной повестки дня депутаты приняли решение о внесении изменений и дополнений в устав города. Утвердили порядок отчуждения недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. Изменили условия приватизации здания по адресу улицы Аэродромная, 12А. В дополнительных пунктах повестки дня первым был рассмотрен вопрос об избрании главы городского округа Орехово-Зуево. Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы городского округа Орехово-Зуево Московской области своим решением о кандидатах, прошедших конкурс на отбор на должность главы городского округа Орехово-Зуево Московской области, руководствуясь положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Орехово-Зуево Московской области, решила считать кандидатов на должность главы городского округа Орехово-Зуево Московской области Панина Геннадия Олеговича, Ронзину Татьяну Ивановну, Иванцова Владимира Викторовича, прошедших конкурсный отбор на должность главы городского округа Орехово-Зуево Московского области. По регламенту кандидаты могли выступить перед депутатами с краткими программными тезисами. Главная задача власти не только для людей, а именно вместе с людьми делать жизнь лучше и комфортнее. Отсюда необходимость консолидации общества, заинтересованность каждого в решении вопросов жизни нашего города, открытость и доступность власти при обсуждении общественных инициатив. Решать важные социальные задачи возможно только при успешном развитии экономической составляющей. Поэтому одна из задач – это формирование инвестиционной привлекательности городского округа Орехово-Зуево через развитие индустриального парка, оказание всесторонней поддержки потенциальным инвесторам и действующим предпринимателям, вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимого имущества, а также оформление прав землепользования владельцев объектов недвижимого имущества и земельных участков. С большинством из вас я шла на выборы в единой команде. И моя цель участия в этом конкурсе заключалась в том, что ни в коем случае позиции нашей команды, которая победила на выборах два года назад, не были утеряны. Сегодня, учитывая, что заявление подал лидер нашей команды Геннадий Олегович Панин, лично я буду голосовать за его кандидатуру. Владимир Иванцов на заседании совета не присутствовал по уважительной причине. В процессе открытого рейтингового голосования депутаты, за исключением одного воздержавшегося, поддержали кандидатуру Геннадия Панина, который был избран на должность главы городского округа Орехово-Зуево сроком на пять лет. Скажем так, это, конечно, отличается от выборов всенародных, однозначно. И плюс, это не новая работа. Та работа, которая велась от переменной мест той же должности, особо ничего не изменилась. И график рабочий не изменился. То есть, скажем так, особенно там сегодня готовится, кроме только вот речи, да, которую нужно было депутатам, в общем-то, донести, с теми мыслями поделиться, с которыми я иду. И, по большому счету, вот закончилось и нужно дальше двигаться. В 2014 году была сформирована, благодаря поддержке жителей настоящая команда, команда единомышленников, которые также готовы брать на себя ответственность за принимаемые решения. Но один воздержавшийся, это тоже не против, что называется, демократия присутствует. Следующим пунктом депутаты внесли необходимые изменения в структуру администрации Совета депутатов города. Председателем Совета депутатов Орехово-Зоева была избрана Татьяна Ронзина. В разделе информации Совет рассмотрел отчет об исполнении бюджета городского округа за первое полугодие 2016 года и результаты проверки счетной палаты детского сада номер один.